Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами начинаем новый плейлист «Английские слова». Но будет более на самой короткой части и с учётом всех ваших пожеланий. Соответственно, если вам нравится идея данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей, thanks. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Также подписывайтесь на второй канал международный English Professionally. Там, правда, только на английском языке, но для тех, кто чувствует силу, в принципе, также есть для начинающих. То есть, обязательно также смотрите, это очень полезно. И, конечно, смотрите разные плейлисты, но мы с вами продолжаем. Значит, отличие данного плейлиста заключается в том, что, во-первых, здесь более короткие, имеется видео по количеству слов, видите, 25 слов. И далее здесь будет более медленный темп, немножко другие слова, и вы будете принимать более активное участие. Это самое важное. Поэтому, как говорится, welcome, добро пожаловать. Итак, английские слова 1, 25. И, конечно, это также полезно для детей. Для начинающих, для детей. Итак, значит, первое слово. Я. Вспоминаем, как будет на английском я. Верно. I. Я. Например, я работаю. Работать будет work. Work. То есть, просто ставим подлежащее и глагол. I work. Я работаю. I work. Далее. Следующее. Вспоминаем, как будет мы. Мы будет we. We. Например, мы понимаем. Опять же, говорим слово мы. We. И вспоминаем, как будет слово понимать. Understand. Правильно. Understand. Так говорим. We. Understand. We. We understand. Мы понимаем. We understand. Дальше. Ты. You. You. Ты говоришь по-английски. Все мы знаем слово ты. You. И вспоминаем фразу говорить по-английски. Многие спрашивают, как сказать говорить по-английски. Вот. Говорить по-английски. Это устойчивое выражение. Запомните. Speak English. Speak English. Без всяких предлогов. Без всяких предлогов. То есть, многие пытаются какие-то предлоги вставить в промежутке между speak и English. Но это не нужно. Именно такая фраза. You. Speak English. И так и остается. Ты. You. Подлежащий. Дальше. Глагол. Speak. И получается. You speak English. Ты говоришь по-английски. You speak English. Значит, повторим. И потом дальше разберем дополнительные примеры. I work. We. We understand. You. You speak English. Далее, дополнительные примеры. Я понимаю. Я – это I. Понимаю. You understand. Так, говорим. I. Understand. I understand. Далее. Мы говорим по-английски. Действительно, это здорово. Мы реально говорим по-английски. Мы. Будет. We. Говорим. Speak. И, опять же, вот эта устойчивая фраза, о которой мы с вами говорили. Speak English. Мы говорим по-английски. Мы говорим по-английски. Speak English. И еще пример один. Ты понимаешь. Ты – это you. Верно. Понимаешь. Understand. Значит, так говорим. Ты понимаешь. You. Understand. You. Understand. You. Understand. Итак, все. Повторим дальше. И повторим. Пойдем дальше. I work. We. We understand. You. You speak English. I understand. We speak English. You understand. Дальше. Вспоминаем, как будет «они». Вспоминаем или изучаем, кто не знает. Это будет «they». Правильно. «They». Например, «они» работают «they» и глагол «work». Далее, к примеру. «Они» живут. Жить будет глагол «live». «They» живут здесь. «They» живут здесь. «They» живут здесь. Итак. «They». «They work». «They» живут здесь. Далее. Как будет «он»? «He». Правильно. «Она» будет «он». «She». 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 Значит, теперь скажем. «Он работает». «Он работает». Здесь очень многие делают ошибку. Смотрите. «Он работает». «He». Далее. Многие говорят почему-то «he works». Нужно сказать «he works». Верно. «Он работает». Потому что есть такое правило. Давайте с вами пометим, что такое есть правило. Звездоческое. Что есть у нас «he», «she», «it». У нас с вами есть «he», «she», «it». То глаголу у нас добавляется «s». Это такое общее правило для настоящего времени в английском языке. Просто на настоящее время. Значит, глагол плюс «s». С вами напишем глагол плюс «s». Ну, глагол — это в английском языке «warp». Не будем пугаться этого слова. Будем сразу привыкать к английскому языку. «Warp плюс «s». Плюс» — это «plus». Давайте в скобочках напишу, как пишется, чтобы вы тоже знали. «Warp плюс «s». То есть глагол, к глаголу добавляется «s». Если «he», «she», «it». Смотрите. «He works». Он работает. Итак, продолжаем. «She» — это «она». Соответственно, «она работает». «She». Работать. «Work». Добавляем «s». Получается «she works». «She works». Например, «он понимает». «Он» — это «he». «Понимать» — это «understand». Мы помним правило, что если «he», «she», «it», то глаголу «werp» добавляется «s». «Warp плюс «s». Получается «he understands». «He understands». Например, «она понимает». «Она» — это «she». И получается «she understands as». Например, «она понимает это». И вспоминаем, как будет «это». «She understands it». «She understands it». «Это» — это «it». Повторяем. «They». «They work». «They live here». «He», «she», «it». «Warp плюс «s». «He works». «She works». «She works». «He understands». «She understands it». И, соответственно, вспоминаем, как будет «это». Мы как раз с вами сказали, это будет «it». «Это». «Помните пример». «She understands it». «Давай с вами скажем другое предложение». «Это работает». «It». «Это». «Работать будет «work». «He», «she», «it». Добавляем «s». Получается «it works». «It works». «Это работает». «Это работает». Или, например, «Это помогает». «It». Вспоминаем, как будет «помогать». «Help» – это «помощь». «Help» – это «помогать». Только если «help» – это глагол, добавляем «s». Получается «it helps». «It helps». «Это помогает». «It». «It works». «It helps». Далее. Видите, мы с вами посмотрели различные примеры с глаголами. Но в английском языке очень часто используются такие слова, как «am», такие формы, как «am», «is», «am is» и также «are». «Am is» и также «are». Для чего они нужны «am», «is» или «are». Значит, у нас с вами есть правило общее. Когда мы с вами разбирали грамматику, обязательно смотрите разные плейлисты, мы с вами говорили общее правило. Давайте посмотрим на примере. К примеру, мы хотим сказать «я счастлив». Значит, «я» – это «i», «счастлив» будет «happy». «Happy». И много говорят «i happy». Но здесь чего-то не хватает. Не хватает именно «i am happy», «я счастлив». То есть грамматически «i happy» сказать нельзя. Можно сказать только «i am happy», «я счастлив». Почему? Потому что есть такое правило, что если в настоящем времени нет глаголов, в простом настоящем времени, то мы используем одну из форм глагола «to be». «To be» – такой глагол, переводится как «быть», и у него есть формы. Соответственно, «am», «i am», «am» употребляется с «i», далее «is» употребляется с «he», «she», «it», «is». Мы хотим сказать «он счастлив», «he», «happy» – это «счастлив». Видите, нет глагола, потом говорим «he is happy». Далее «она счастлива», «she» – это «она», «happy», «счастлива», «счастлива», «счастлива». Нет глагола, получается «she is happy». «He is happy», «she is happy», «помедленнее», «sorry», «извиняюсь». «He is happy», «she is happy». Далее «это интересно», «it» – это «интересно», «interesting». Опять же, видите, нужно что-то «he», «she», «it» – «is», «поэтому «it» – «interesting». Помните, у нас было слово «here». Мы говорили «they live here», «они живут здесь». Мы хотим сказать «это здесь», «it», мы с вами скажем «it». Ну, «it here» так и не говорим, опять же, нужно сказать «it is». Потому что правило «he», «she», «it» добавляем как раз именно «is». То есть, видите, мы с вами прошли «it», «am», «is». «it», «it», «am», «is». Далее, «и», смотрите, «i». Сейчас все повторим и пойдем дальше. «It», «it works», «it helps», «to be», «кровец как быть» и формы глагола «to be» разбираем. «I am», «I am happy». «He is», «she is», «it is». «He is happy», «she is happy». «It is interesting», «it is here». И «are» употребляется с «we», «you», «they». Соответственно, мы с вами скажем «мы счастливы», «we are». То есть, «мы» это «мы», «мы» это «we», «счастливы», «happy». Но опять же, нам нужна связка, так нет глагола, поэтому «we are happy», «мы счастливы», «ты счастлив», «you are happy», «они счастливы». Далее, еще раз, видите, у нас по порядку идут различные слова. Нет, у нас с вами повторяется в примерах, но мы с вами держим все правила, что все слова были разные в нашем списке. Итак, это слово «понимать», «понимать» будет, верно, «understand», «понимать», «understand», «я понимаю тебя», «I», «understand», «видите, просто «I» это подлежащее», «understand», «понимать», «I understand». И мы с вами проходили, что «you» это «ты», «you» это также «тебя», поэтому будет «I understand you», «я понимаю тебя», «I understand you», «я понимаю тебя», «I understand you». Далее, разговаривать будет, верно, на английском «speak», соответственно, вы можете сказать «я говорю по-английски», «I speak», видите, подлежащее его «I speak English». Я говорю по-английски «I speak Russian», «I speak Russian», «I speak Russian», «I speak Russian». И мы слышим, «мен wouldn't say Russian», « fall in English». И в derecho к InnovY Mountain». ДоベーDA вы не видели, что вы будете говорить «р worried», « fizerны», «�ни» «I» я понимаю тебя». Дальшеfrom «говорочемsten», «зе» это ладно « YEAH» это я понимаю тебя», « Fridays» « залавание페keM1», «ousu pale my Chinese» « bugün» «bo incredibly peace», «я словами», «позпиша �», «��» «ב Industry», «he» знает,ęd Bird» « yardебly». «Я sagen», «еcare Jouraan» «зов fifteenwear», «портепостoso» «вторые», «гор I speak English. I speak Russian. Далее. Вспоминаем, как будет читать. Верно. Read. Приводится как читать. Read. Я читаю. I read. Я читаю. Мы читаем. We read. Мы читаем. We read. Я читаю. Далее. Мы читаем. Мы помним, что просто образование это подлежащее и глагол. Ты читаешь. You read. Они читают. Они это they. И вы говорите. They read. И теперь мы хотим с вами сказать. Он читает. Он это he. Читать это read. Но помним правило. Помним, что у нас было правило. Что если he, she, it. То глаголу добавляется as. Verb plus as. И получается, соответственно, he reads. Он читает. Она читает. She reads. Далее. She reads. Далее. Английский. Английский будет English. Соответственно, можно сказать. Я говорю по-английски. I. Говорить по-английски фразы speak English. Так и остается. I speak English. Или, например, я знаю английский. I. Глагол знать. Это будет know. Получается, I know English. I know English. Я знаю английский. I know English. Далее. Следующее слово книга. Книга будет book. Если же книги, то в общем случае в английском языке, чтобы образовать новое число, мы добавляем s. Поэтому получается, соответственно, одна книга мы с вами скажем one book, one book, две книги, two books, two books. Я читаю английские книги. Я это I. Читаю read. Английские English. И книги books. Получается, I read English books. Итак, read. I read. We read. You read. They read. He reads. She reads. English. I speak English. I know English. Book. One book. Two books. I read. English books. Итак, дальше двигаемся. Как сказать «у меня есть»? Здесь мы с вами используем глагол «иметь». И как будет глагол «иметь» на английском языке? Это будет have. Have. То есть, я имею. То есть, у меня есть что-то. I have. I have. У меня есть. I have. И, к примеру, соответственно, у меня есть компьютер. I have. Computer – это будет компьютер. Но мы не забываем с вами использовать артикль. I have a computer. Мы с вами знаем общее правило, что существует неправильный артикль «э» и «эн». Они используются, в общем случае, перед существительными. Видите? Computer. Если существительный начинается на согласный звук, видите, «кэ» – компьютер, то «э» – «э» компьютер. Если на гласный, то «эн». Например, у меня есть I have. Какое слово в английском языке вы можете вспомнить, соответственно, начинающееся на гласный. Например, есть такое слово «idea». Идея. Idea. Видите, это гласный звук. Idea. Получается «I have an idea». У меня есть идея. I have an idea. I have an idea. Далее. У меня есть I have – семья. Семья – это family. Только в этой конструкции называем поставить артикль. I have a family. I have a family. Далее. У нас есть машина. У нас есть машина. We – это мы. То есть переводится дословом, как «мы имеем». We have. Далее машина – car. И ставим артикль. We have a car. Так. Have. I have a computer. Далее. Далее. Мы с вами уже касались этого слова. Это будет live. Верно. Live. Я живу в России. I live. И вспоминаю, как будет слово «в». We – это будет in. Получается «I live in Russia». Например, я живу в Англии. I live in England. I live in England. Мы живем в Америке. Мы – это we. We live in America. Видите, как раз мы с вами про «in» и поговорили. Далее. Следующее слово «из». Мы хотим с вами сказать «я из России». Значит, «я» – это «I». «Is» – это «from». Получается, есть дословно «I from Russia». Но, помните, мы с вами проходили, что если нет у нас с вами глагола в простом настоящем времени, то мы используем форму «to be». Нужно форму «to be». Здесь что-то не хватает. Видите? Получается «I am». Сказать надо «I am from Russia». «I am from Russia». «Я из России». «Я из Украины». «I am from Ukraine». «Я из Беларуси». «I am from Belarus». «Я из Беларуси». «I am from Belarus». И так далее. Соответственно, например, «он» из Англии. «Он» – это «he». «He is» – форма, получается «he is from England». «Он» из Англии. «He is from England». И так, давайте с вами еще раз повторим. Получается, соответственно, «live». «I live in Russia». «I live in England». «We live in America». «In», «in», «from». «I am from Russia». «I am from Ukraine». «I am from Belarus». «He is from England». «He is from England». «Далее». Следующее слово «это». «This». «This». «Это». «Когда мы указываем на что-то, мы говорим «это дом». «This». «Is». «Конструкция «this is» – это дом. «This is a house». 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 «Далее, мы что-то еще, что-то хотим указать. И, соответственно, можно…» «Это ручка». «Дайте ручку найдем где-нибудь». «Всем видна ручка». «Вот, это ручка». «Да». «Это ручка». «This is a pen». «This is a pen». «Это ручка». «This is a pen». «Далее». «Следующее слово». «For». «О, зачем я подсказываю?» «Ну, ладно, я думаю, мы уже немножко устали. Поэтому давайте одно слово пускай так будет. «For» переводится как «для». «Это для тебя». «This is for you». Такая фраза. «This is for you». «Это для вас». «This is for you». «Этот урок для вас». «Этот урок». «Этот урок». «Этот урок». «Лессон». «Опять же, для тебя это «for you». «This lesson for you». «Но правило есть в нем глагола». Ставим форму глагола «to be». «This lesson» означает «it». «It is». «Поэтому, this lesson is for you». «This lesson is for you». «Далее». «Очень нужное слово. «Нравится». «Like». «Если вы хотите сказать, что мне что-то нравится», вы ставите вперед именно личные местоимения. то есть «I like». «Мне нравится». «I like». «Мне нравится этот урок». «I like this lesson». «I like this lesson». «Соответственно, нам нравится». «We like». «We like this lesson». «Нам нравится этот урок». «Тебе нравится». «Ты». 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 «You like». «This lesson». «Им нравится этот урок». «Они». «Ставим вперед». «They like». «This lesson». «Почему я именно делаю этот акцент?» «Ставим came». «Мне надо записать…» «'taa». «Давляем «stæ». «Я ». «Все?» «Та». «Звездовать. «О���ы». «Все?» «Все?» «Мне». «Они», «Б segment». «The sense?» «Мне нравится « plusieurs� soi». Итак, повторяем с вами. И, соответственно, двадцать пятое слово – это у нас идти, ехать. Очень часто используется в устойчивых выражениях, например, «ходить на работу». Соответственно, «ходить на работу» будет «я хожу на работу». Запомните, что «я» и «вы знаете» – «I», «ходить на работу» будет «go to work». «To» – это предлог направления. Хочется «я хожу на работу» – «I go to work». «Я хожу в школу» – «I go to school». Ну, дальше у нас с вами будут новые примеры, новые упражнения. А давайте пока все закрепим только на английском языке. Это очень полезно. То есть, если раньше вы повторяли, то сейчас просто старайтесь понять смысл содержимого. Итак, «I work», «we» – «we understand», «you» – «you speak English». «They» – «they» – «they» – «they work». «He» – «he understands», «she understands it». «It» – «it works». «It helps» – «to be». «I am», «I am», «I am happy». «He is», «she is», «it is». «He is happy», «she is happy». «It is interesting», «it is here». «We are», «we are», «you are», «they are», «we are happy», «you are happy», «they are happy». «Understand», «I understand you». «Speak». «Speak» «I speak English» «We are happy now». «UniverseAND» «Fly British», «fly British». «Fly British». Book – one book, two books. I read English books. Have – I have a computer. A – an – I have an idea. I have a family. We have a car. Live – I live in Russia. I live in England. We live in America. In – from. I am from Russia. I am from Ukraine. I am from Belarus. И на самом деле не поленимся. Также в разговорной речи очень часто появляется именно сокращенная форма I'm. Производится I'm. В разговорном английском часто появляется как I'm. I am from Russia. I am from Ukraine. I am from Belarus. He is from England. Or he is from England. This is a house. This is a pen. For. This is for you. This lesson is for you. Like. I like this lesson. We like this lesson. You like this lesson. They like this lesson. She likes it. He likes it. Go. I go to work. I go to school. Ну и, конечно, такие внеплановые слова. Это thanks. Спасибо. Thanks. Спасибо большое. Thank you. Thank you very much. Спасибо вам огромное. Thank you very much. Действительно могу сказать, или вы можете сказать thanks. Thank you very much. Друзья, привет. Hi. Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами продолжаем изучать английские слова. Обязательно смотрите весь пейлист данные про английские слова. И также подписывайтесь на мой второй канал English Professionally. Там все на английском языке, но очень доступно. Как вы знаете, что когда преподавание только на английском языке, это очень эффективный метод изучения. Ну, мы с вами действительно двигаемся дальше. Спасибо вам за поддержку. Интересно, до какого слова мы с вами доберемся. Итак, ну, будем энергичными. Итак, смотрите. Go было 25-е слово. Сейчас будет слово 26-50. Следующее слово это to. To это предлог направления. Помните, мы с вами как раз говорили. I go to work. I go to school. Я хожу в кино. Я часто вхожу в кино. Как мы с вами скажем. I often. Often это часто. Go to the cinema. Вот эти все вещи нужно запомнить. Устойчивые, видите, выражения. Go to work. Go to school. I often. Go to the cinema. I often go to the cinema. И также такое выражение пошли. Как мы скажем, пошли. Let's переводится как давай. Let's go. Пошли. Let's go. Такое выражение. Let's go. И, конечно же, слово. Мы не можем его пропустить. Любовь. Любовь или любить. Вот любовь в английском языке будет love. Love. Например, что такое любовь? Как мы с вами скажем. Что это? What? Любовь это love. Видите, у нас в приложении нет глагола. Нужна связка. Love означает it. Поэтому мы говорим it is или is it. What is love? Что такое любовь? What is love? What is love? И я люблю тебя. То есть love может быть существительным и глаголом. Получается, I, я, люблю это, love, и тебя, you. I love you. I love you. Я люблю тебя. I love you. Итак, значит, повторяем. Что у нас в этой части было? To. I often go to the cinema. Let's go. Love. What is love? I love you. Дальше, следующие слова. Хотеть. Как будет хотеть? Это будет слово... Верно. Want. Я хочу это. Я это I. Хочу. Want. I want it. Я хочу это. I want it. Я хочу что-то сделать. Как мы с вами скажем. Я хочу быть бизнесменом. Значит, быть это слово be. У нас с вами есть правило. Я хочу, мы с вами скажем, I want. И быть это be. У нас с вами есть правило, что если два глагола в английском языке, то мы обычно их разделяем с помощью to. После want мы ставим to. Хотеть что-то сделать, это want to. Поэтому получается I want to be. Далее, бизнесмен это бизнесмен. И не забываем ставить артикль. I want to be a businessman. Я хочу быть бизнесменом. I want to be a businessman. Далее, я хочу сделать это. I, я, хочу, want, сделать, do. Но мы с вами помним, что после want мы ставим что? To. Верно, получается I want to do it. Я хочу сделать это. I want to do it. Я хочу. I, я, want, хочу. Я хочу понять это. I want. Понимать это. Understand. Верно. После want мы называем поставить to. Получается I want to understand it. Я хочу понять это. I want to understand it. Еще есть такое слово, как that. Переводится как что. Что. Обычно съедут две части предложения. Я знаю, что это хорошо. Я это I. Знаю будет no. Что. Как раз that. И хорошо. Это хорошо it. Это хорошо good. Но не забываем поставить связку to be. It is good. Но в разговорной речи обычно используется краткая форма. I know that it's good. В принципе можно говорить или с that, или без that. То есть I know it's good. Но часто мы слышим I know that it's good. Например, я думаю, я думаю, я думаю, think, что, that, это хорошая идея. It это хорошая идея. И, соответственно, idea. Только не забываем поставить артикль. A good idea. Да, у нас связка артикль, предлагает несуществительное. И если нет глагола, то у нас правило общее становится нужной формой глагола to be. It is. I know that it is a good idea. Или краткая форма. I know that it's a good idea. Повторяем. Want. I want it. Be. I want to be a businessman. I want to do it. I want to understand it. That. I know that it's good. I know that it's a good idea. Окей. Продолжаем с вами. Итак, следующее слово. С. Как переводится с? Это будет with. Я с тобой. I. Я с with. Тобой. You. И не забываем правило, что если нет глагола в общем случае в простом настоящем времени, то ставим формулу глагола to be. I am. I am with you. Я с тобой. I am with you. I am with you. Например, он со своим другом. He. Он. Соответственно, с. With. Своим. То есть, его. He is. Другом. Friend. И не забываем поставить связку. He is. Получается, he is with his friend. He is with his friend. Далее. Следующее слово. И. И будет and. And. Например, мне нравится. Мы с вами проходили, что мне нравится. Это I like. Например, мне нравится мясо и рыба. I like. Мясо будет meat. I like meat and fish. Далее. Следующее слово. Но. Но будет but. Соответственно, можно сказать. Мне нравится рыба. I like fish. Но. Мне не нравится мясо. Но. Это будет but. Чтобы обработать отрицание. I like. Не нравится. То мы ставим don't. Перед глаголом. Мы с вами помним, что I, we, you, they. Это don't. He, she, it. Это doesn't. Получается. But I don't like meat. I like fish. But I don't like meat. Или, например, помните, что у нас с вами было? Например. I want it. Я хочу это, но. Но это будет but. Так можно было сказать. Но, например, он хочет это. He wants it. Значит, мы не забываем поставить s. But he wants it. Вообще, я сторонник такого метода, что вначале мы какие-то основу с вами разбираем на русском языке, а потом все больше и больше английского в английской речи. Действительно, в нашей речи. But – это но. Видите, мы слова уже такие важные знаем. Можем уже много что сказать с вами. Итак, значит, with. With. I like meat and fish. But I like fish. But I don't like meat. I want it. But he wants it. Это я для вас видел специально but, чтобы вы просто обратили внимание. Окей, далее. Продолжаем. Значит, следующее слово. Значит, следующее слово будет у нас или или будет or or Например, ты хотел бы вот ты хотел бы такая конструкция. Запоминайте, очень часто встречается в разговорном английском. Would you like? Would you like? Ты хотел бы would you like? Ты хотел бы, например, чай или кофе? Would you like? Чай – это будет tea или or кофе? Would you like tea or кофе? Would you like tea or кофе? Далее. Следующее слово что. Вот мы с вами спрашиваем, что это такое? Что – это будет вопросительное слово what. что это такое? What и это – это it. What Ну, на самом деле, нам нужна связка. Мы с вами прохалили правила, что если нет глагола, в простое время нужна форма to be. Мы с вами говорим it is значит, надо сказать what is it? What is it? Что это такое? What is it? Что это? What is it? Или что там находится? What там – это there. Не забываем поставить связку. what is there? What is there? What is there? Например, что ты хочешь? What what the это you хотеть want. Но мы с вами знаем, что в опросительных предложениях в простом настоящем времени или do или does. С you это do, это грамматика. Обязательно смотрите плейлист наш по грамматике. What do you want? Что ты хочешь? What do you want? Далее. Где это будет правильно. Where where где это? Опять же where вперед. Это это будет it. И не забываем поставить связку. Мы с вами помним, что it это is, поэтому связка будет после упростить слово where is it? Where is it? Где это? Где она? Where где она she? И не забываем поставить связку. Мы с вами помним, что she это она. She is значит is she. Where is she? Где они? Where где они это they? Мы с вами помним, что they are. Поэтому получается where are they? Итак, повторим сейчас с вами. Итак, повторяем or would you like tea or coffee? What what is it? What is there? What do you want? Where where is it? Where is she? Where are they? Итак, двигаемся с вами дальше. Вспоминаем, как будет почему. Почему это why? Why почему ты изучаешь английский язык? Why почему ты это you изучаешь устойчивое выражение learn English? Learn English. Но мы сами помним, что в вопросительные предложения обязательно есть какое-то вспомогательное слово. Если есть глагол, то в простом настоящее время используем или do или does. Если I we you they это do. В основном случае их does. Значит, получается why do you learn English? Почему ты изучаешь английский язык? Why do you learn English? Почему ты делаешь это? Why почему ты you делаешь do это it? И опять же связка нужна, но с you это do. Получается why do you do it? Why do you do it? Почему ты делаешь это? why do you do it? Далее как как будет how как ты how как ты you Ну, мы с вами помним, что нужна связка с этим глагола то форма глагола to be с you у нас используется что am is или are используется мы говорим you are в вопросах are you значит получается how are you how are you вот смотрите в чем вообще принципиальное различие нашего с вами метода в чем его эффективность в том, что мы не просто зазубариваем зловатым how are you как это дела мы понимаем как строить английские предложения это коренным вообще образом отличает нашу методику чтобы мы сами умели все делать все строить ну, мне кажется это мегаэффективно итак how are you как у тебя дела how are you как у него дела то есть как он how это как он he мы с вами помним, что he, she, it это is he is в вопросительных предложениях получается is he how is he how is he как у него дела how is he далее когда 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 будет when when когда это when когда это it опять же, видите, нет глагола, нужна форма глагола to be мы смотрим it is или is выносим вперед получается when is it когда это when is it when is it или, например, когда это произойдет when когда вот для построения будущего времени мы используем will when will it и далее глагол происходить when will it happen запомните для будущего времени с помощью will в принципе, у нас с вами есть подробные плейлисты и видео по грамматике обязательно смотрите плейлисты мы с вами все это расписывали when will it happen повторяем why why do you learn english why do you do it how how are you how is he when when is it when will it happen когда это произойдет вы помните, что после попросить, но слово и вспомогательный глагол если в будущем времени, то это will дальше подлежащее when will it happen итак, двигаемся дальше кто вспоминаем, как будет кто кто это будет who who значит, кто там who кто там это there но опять же, нам нужна с вами связка who в английском языке это третье лицо соответственно, или he или she или it поэтому нужно who is there сказать who is there who is there далее, если у вас есть глагол в настоящем времени, то вспомогательный глагол не нужен это тоже частая ошибка смотрите, кто знает это who дальше просто знает и многие говорят так who know it но мы с вами знаем что who точнее сказали это he she it это третье лицо а третье лицо добавляем s who knows it кто знает это кто понимает это who понимать это understand получается it но who это he she it добавляем s who understands it кто это понимает далее как сказать могу могу это будет can я могу сделать это i can и сделать do это it i can do я могу это сделать запомните формулу can плюс глагол can plus work мы с вами это говорили в первой части can plus work can является глагол для всех лиц i can do it я могу говорить по-английски i далее могу can говорить по-английски выражение speak english i can speak english i can speak english далее я могу i can я могу помочь тебе i can помогать это help тебе you получается i can help you i can help you далее должен вспоминаем как будет слово должен должен это must я должен сделать это i must должен сделать это do и это это it получается i must do it схема та же самая must plus work must плюс глагол i must do it я должен выучить английский i must и выучить английский фраза learn english i must learn english итак повторяем who who is there who knows it who understands it can plus verb can plus verb i can do it i can speak english i can help you must must plus verb i must do it i must learn english двигаемся дальше дальше следующее слово получать значит основное слово которое имеет значение это многозначное слово многозначный глагол это get get получать и скажем я получил письмо важно знать также формы глаголов и соответственно формы глагола get get got got обязательно смотрите наш плейлист по грамматике мы там все это подробно разбираем прошедшим прошедшим временем мы используем got в простом прошедшем времени got я получил письмо i got и письмо letter но что но не забываем поставить что здесь верно артикль i got i got letter я получил письмо i got a letter я получил письмо также очень часто используется такой фразовый глагол как get up вставать даже смотрите наш плейлист по фразовым глаголам get up вставать я обычно встаю очень рано i я обычно будет верно usually далее встаю get up очень рано very early i usually get up very early я обычно встаю очень рано i usually get up very early далее делать делать это do сразу вспоминаем формы формы будет соответственно did и done у нас с вами есть как раз даже видео 100 неправильных глаголов также смотрите по грамматике у нас с вами есть еще новые запишем do did done значит я сделал это i это я значит чтобы сказать что-то в прошедшем времени мы должны использовать вторую форму вторая форма это значит в нашем случае это got и did i did i did я сделал это i did значит где взять эту вторую форму значит если глагол неправильный то мы должны знать вот наизусть видите get got got do did done это неправильный глагол i did если глагол правильный например я работал я работаю будет i work как сказать я работал если глагол правильный то формы у них соответственно просто добавляется ed ed соответственно будет work далее будет форма соответственно у нас будет форма worked и worked то есть если глагол правильный то добавляется просто ed на конце work worked worked например какие еще правильные глаголы вы знаете играть play играть played 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 соответственно я работаю будет i work я работал будет i и используем эту вторую форму правильный глаголов это ed i worked i worked соответственно я играл будет i played i played i played далее я сделал свою домашнюю работу i вторая форма did my и домашняя работа это будет homework i did my homework я сделал свою домашнюю работу i did my homework и также вспоминаем слово делать делать какую-то ошибку это будет слово make и форма make made made например она сделала ошибку как мы с вами это скажем она сделала ошибку значит она это she значит чтобы в прошлом времени сказать в простом прошлом времени мы используем вторую форму получается she made и вспоминаем как будет ошибка ошибка будет mistake mistake но не забываем поставить что верно артикль какой a mistake получается she made a mistake она сделала ошибку she made a mistake так повторяем get got got i got a letter get up get up i usually get up very early do did done i did it i work work worked worked play played played i worked i played i did my homework make made made she made a mistake итак продолжаем с вами на следующее слово это все все это будет all и например мы хотим сказать все люди люди это будет people people мы знаем что человек это person обмноженное число это people person people скажем все люди знают это all people далее вспоминаем как будет слово знать know it all people know it все люди делают это all people делать это do all people do it all people do it all people do it далее что-то более посложнее посложнее все твои уроки all все твои your уроки lessons all your lessons помогают help мне me получается all your lessons help me и заодно действительно потребуем притяжательное местоимение значит my это мой и соответственно с вами скажем к примеру это машина this is когда мы что-то указываем указываем говорим это this is this is наш артикль this is a car this is a car this is a car это машина вот мы указали вот используем this is когда мы что-то указываем дальше говорим это моя машина значит можно сказать it далее моя это my car и не забываем указывать связку получается it is my car this is a car it is my car this is a car it is my car значит пока повторим all people 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 person people all people know it all people do it all your lessons help me my this is a car it is my car это машина это моя машина или можно было проще сказать что у меня есть машина I have a car далее it is my car вот другая интерпретация и другая структура I have a car it is my car далее еще сделаем одно тренировочное упражнение мой друг со мной и мой друг здесь my это мой друг это friend my friend здесь это here мой друг здесь но нужна какая-то связка раз нет глагола формы глагола to be значит или am или is или are что мы выбираем my friend это he he is поэтому my friend is here my friend is here дополнительное предложение мы с вами разобрали I have a car it is my car my friend is here далее твой твой это будет your 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 примеру твой дом очень большой твой это your дом это house очень very большой базовое слово это big и опять же нужна связка нет глаголов формы глагола to be что мы с вами ставим am is или are your house твой дом означает it it is поэтому мы с вами говорим your house is very big your house is very big например мне нравятся твои уроки то есть your это твой а твои твое и так далее I like твои I like your lessons I like your lessons или вы можете уточнить I like мне нравятся твои уроки английского I like твои your English lessons I like your English lessons далее их их это будет their their да, давай сразу вспоминать личные местоимения значит I это я my мой ты это you твой это your they это они их это their значит их дом очень маленький их their дом house house получается очень-очень very маленький small опять нужна связка their house означает it it is получается their house is very small their house is very small далее мне нравится их идея I like I like мне нравится их это their и идея idea I like their idea значит смотрите никакие артикли не нужны если у вас есть притяжательные местоимения то никакие артикли уже перед существом не нужны такой тоже частый вопрос I like their idea Итак повторяем you your your house is very big I like your lessons I like your English lessons they their their house is very small I like their idea Итак друзья давайте с вами все повторим только на английском языке это очень важно то есть если раньше вы старались переводить повторяли то есть ваша задача сейчас только просто понять со слуха то есть повторять уже не обязательно итак значит 26 слово to I often go to the cinema I often go to the cinema let's go love what is love I love you want I want it be I want to be a businessman I want to do it I want to understand it that I know that it's good I think that it's a good idea with I am with you he is with his friend and I like meat and fish but I like fish but I don't like meat I want it but he wants it or would you like tea or coffee what what is it what is there what do you want where where is it where is she where are they why why do you learn English why do you do it how how are you how is he when when is it when will it happen who who is there who knows it who understands it can plus verb I can do it I can speak English I can help you must plus verb I must do it I must learn English get got got I got a letter get up I usually get up very early do did done I did it I work work worked worked play played played I worked I played I did my homework make made 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 she made a mistake all people person people all people know it all people do it all your lessons help me I my this is a car it is my car I have a car it is my car my friend is here you your your house is very big I like your lessons I like your English lessons they their their house is very small I like their idea and thanks спасибо thank you very much спасибо вам огромное thank you very much thank you very much thanks thank you very much ok bye пока bye see you увидимся и не полеемся написать эти слова bye означает пока bye see you увидимся see you see you see you bye see you увидимся thanks thank you very much bye see you или увидимся скоро see you soon see you soon так bye see you soon друзья привет hi приветствую вас на канале English Galaxy и мы с вами продолжаем усовершенствованный плейлист про английские слова если вам нравится идея данного видео и само видео то просьба поставить лайк окей thanks и мы с вами продолжаем также не забудьте подписаться на наш второй международный канал English Professionally там все на английском языке это очень полезно для дополнительной тренировки это очень важная практика аудирования и конечно смотрите весь плейлист про английские слова и буду также признательно если будете делиться в соцсетях соответственно в частности на Facebook вступать в нашу группу и see you there увидимся там также и мы с вами повторяем значит слова 49 your это твой their их да мы с вами как раз говорили про личные мест имения давайте с вами освежим вкратце и пойдем дальше итак I это я например у меня есть дом как мы с вами скажем I have и дом это house только не забываем поставить что верно артикль I have a house когда мы говорим мы что-то имеем после have идет как раз артикль e или n мы с вами говорили если согласный звук то e если гласный то n I have a house это мой дом this is this is my house мы указываем и говорим this is this is my house далее ты ты это you у тебя есть машина так же мы говорим ты имеешь you have машина car и не забываем поставить что артикль верно you have a car это твоя машина this is your car this is your car далее они они имеют то есть у них есть they have they have у них есть квартира they have квартира это как будет верно flat и не забываем поставить что верно артикль they have a flat это их квартира this is their flat this is their flat и как раз видите мы просто повторили то есть у нас особенность данного плейлиста что вы стараетесь все сами перевести и плюс мы разбираем некоторые грамматические моменты более медленно но эффективно не менее эффективно как я считаю и смотрите у нас было слово their их и теперь следующие слова его как сказать его это слово у нас 51 его это будет his например у него есть he has he has например у него есть компьютер he has a компьютер he has a компьютер это его компьютер this is его это his и компьютер this is his компьютер далее другие примеры например мне нравятся его уроки мне нравится конструкция i like i like his lessons i like his lessons и ее это будет her her это будет ее i like his lessons мне нравится его уроки мне нравится ее идея i like далее ее это her и вспоминаем как слово будет идея idea i like her idea i like her idea и it's it's если пишется вот так то это его ее у неодушевленных например мы говорим о компании вспоминаем как будет слово компания на английском языке многие здесь неправильно произносят это слово произнесите слово компания на английском и потом сравните с правильным переводом как вы это слово произнесете да но на самом деле это произноется как car то есть видите многие говорят co начинают на самом деле это как company это очень частая ошибка company верно company например мы говорим о компании видите компания company у нас есть company и мы говорим что ее сотрудники то есть если его ее у людях то это his his или же her his или her если его ее то есть уже неодушевленный то это its например ее сотрудники its значит сотрудники у нас возьмем такое слово вы знаете слово work это работа workers рабочие its workers там ее рабочие these workers работают или можно сказать its workers получают другое слово скажем получают get получают достаточное количество денег get петрушка уже посложнее пошло но я думаю это будет не лишнее get enough достаточно денег get enough money its workers get enough 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 достаточно enough вот на самом деле очень важно на этом остановиться я еще вспоминаю свои школьные годы и часто нам говорили что вот действительно это на самом деле путают its смотрите its это его ее неодушевленных видите company its workers get enough money и вот не путайте смотрите its вот такую да то есть его и its сокращение вот во втором случае это сокращено от it is например это хорошо мы скажем это это it хорошо good сейчас мы можем сказать it is good или же сокращенные формы it's good то есть видите обязательно ставим апостроф it's good если просто it's то это неодушевленных его ее вот в этом разница обязательно это запомните давайте с вами дальше повторим и двигаемся дальше итак I have a house this is my house you have a car this is your car they have a flat this is their flat his he has a computer this is his computer I like his lessons here I like your idea it's company its workers get enough money its and its it is good or it's good итак продолжаем какой вспомогательный глагол нам требуется для образования будущего времени это в общем случае это will значит will у нас как раз нужен для образования будущего времени давайте с вами это скажем давайте с вами это скажем я это сделаю давайте с вами это скажем получается я это соответственно I сделаю do и это получается I do it я это сделаю но мы с вами знаем правило что для образования будущего времени которое в английском языке называется future simple видите еще вот новые слова future это будущее и simple простое получается будущее простое время future simple мы используем перед глаголом will и получается я это сделаю I will do it я выучу английский мы с вами скажем I это я учить английский будет learn English естественно я выучу английский мы перед глаголом ставим will получается I will learn English I will learn English на такой небольшой маленький грамматический комментарий что часто используется именно сокращенная форма вместо will идет двойная l читается I'll I'll do it не I will learn English а I'll learn English то есть если вы это увидите то не пугайтесь I'll learn English далее как будет время время будет time а деньги будет money и действительно говорят что время деньги давайте с вами скажем это на английском языке time это время и money это деньги вы помните что должен какой-то быть вспомогательный глагол значит если нет глагола то форма глагола то be должна быть m is или are m is или are значит time означает it поэтому it is очень верно сказать time is money время деньги time is money time is money и запомните также еще два вопроса если вы хотите спросить сколько времени what time is it what time is it what time is it now сколько времени сейчас what time is it now what time is it now или просто спрашивает также what the time what the time там можно добавить now what the time now или просто what the time сколько сейчас времени what the time то есть what time is it now или what the time и конечно же не хочется расставаться видите мы с вами какие мудрости народные проходим time is money время деньги и давайте еще одну разберем важное мне кажется из речения значит время летит время это time время это time лететь это fly время летит time это it видите означает что it а мы с вами знаем если хищи it то во время present simple мы добавляем s получается time flies время летит time flies итак значит повторяем значит will future simple i will do it i'll do it i will learn english i'll learn english time money time is money what time is it now what's the time time flies time flies далее вспоминаем как будет глагол думать будет think think я думаю я думаю i think это хорошо i think it это хорошо it это это good хорошо и называем связку it is it is good i think it is good или сокращенно it's i think it's good например i think it's bad например я думаю это хорошая идея i think также it's и далее строим хорошая идея good idea или же плохая это будет слово bad но не забываем конструкцию артикль прилагательное и существительное i think it's a good idea i think it's a bad idea и соответственно к вам такой вопрос вам нравится английский do you like english во время present simple вы помните что вопросы с помощью do или does с глаголом do you like english и могут быть разные ответы в принципе yes это да и соответственно нет это no но я думаю что в нашем случае это yes yes да или например могут какие-то просто выписать да я это сделал как мы с вами скажем yes да yes i и вспоминать вторую форму от do это did yes i did да я это сделал yes i did вот основные значения yes no yes i did it повторяем think i think it's good i think it's bad i think it's a good idea i think it's a bad idea do you like english yes no yes i did it итак двигаемся с вами дальше значит следующее значит шестьдесятое слово урок как будет урок lesson урок мне нравится этот урок мы не трое предложение будем с вами повторять но это очень важно чтобы все было действительно автоматизме мне нравится эта фраза i like этот this урок lesson i like this lesson или же этот урок интересный этот this урок lesson и интересный interesting interesting но вспоминаем наши правила что в общем случае в простом настоящем времени если нет глагола то мы с вами что используем верно форму глагола to be am is или are какую выбрать this lesson означает it it is значит this lesson is interesting this lesson is interesting далее сказать что-то это если просто сказать say 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 например я хочу сказать одну вещь я это i хочу want сказать say say одну one вещь think но мы помните я говорю что проголол want что два глагола мы просто так не ставим рядом что после want мы что с вами ставим to и получается правильно я хочу сказать одну вещь i want to say one thing но если более сложный пример то вспоминаем вторую и третью форму это неправильный глагол формы sad say он сказал это вчера he он сказал для времени простого проше же времени выбираем вторую форму he said it и вчера слово yesterday he said it yesterday он сказал это вчера далее смотрим с вами на предлог at в каких случаях он употребляется значит запомните основные выражения например я на работе на работе это будет at work at work но опять же нужна форма глагола to be видите глагола нет поэтому получается i am или i'm сокращенно i'm at work далее я в школе i'm at school я дома i'm at home i'm at work i'm at school i'm at home но but но если вы идете куда-то видите используя глагол go то мы используем предлог направления я хожу на работу i хожу это go go to work я хожу в школу i go to school то есть смотрите если просто где-то находитесь это at work at school at home если я хожу на работу будет i go to work я хожу в школу i go to school и действительно еще используется именно со временем когда мы указываем какой-то час я обычно встаю i это я обычно будет usually вставать get up в 6 часов вот 6 это будет 6 6 а в 6 часов будет at 6 6 это будет 6 6 часов at 6 o'clock in the morning в 6 часов утра i usually get up at 6 o'clock in the morning итак повторяем lesson i like this lesson this lesson is interesting say said said i want to say one thing he said it yesterday at i'm at work i'm at school i'm at home but i go to work i go to school i usually get up at 6 o'clock in the morning так двигаемся дальше значит сказать о о скажи мне об этой проблеме вот о это будет about сказать это смотрите если если просто сказать то мы говорим say сказать просто если кому-то сказать то мы говорим tell скажи мне tell me or about this problem tell me about this problem скажи мне об этой проблеме tell me about this problem дальше значит для образования отрицания мы часто используем такое слово как not когда мы его используем кто знает not чтобы образовать отрицание к примеру в настоящем времени мы можем сказать я дома как мы сами скажем я это I дома мы с вами учили какой будет артикль видите at work at school at home да это будет at home получается я дома форму Google to be I'm at home значит отрицание будет I'm not at home я не дома I'm not at home соответственно мы на работе we на работе будет at work we are at work в отрицание соответственно это будет we are not at work добавляем not но в разговорном английском языке и вообще в современном английском языке мы очень часто используем сокращение мы говорим we aren't at work и так далее то есть видите not добавляется к форме to be и также это касается отрицания именно с глаголом например я не работаю там скажем я работаю там I я работаю work там there чтобы образовать отрицание перед глаголом мы don't или doesn't I we you they don't получается I don't work there это сокращенно от do not это сокращенно от do not I do not work there но опять же мы говорим обычную краткую форму I don't work there и то же самое например она не живет там she это она жить live там there отрицание he she doesn't перед глаголом she doesn't live there а ну скажем вначале она живет там she это она живет live he she добавляем as she lives there значит отрицание у нас с вами будет отрицание у нас с вами будет she doesn't live there или же это сокращенная форму от does not от does not she doesn't live there но обычно используем именно краткие формы и конечно слово сейчас сейчас это будет now сейчас я занят сейчас i я занят busy now сейчас и форму to be i am i'm busy now я сейчас занят i'm busy now итак повторяем about tell me about this problem not i'm at home i'm not at home we are at work we are not at work we aren't at work i work there i don't work there i do not work there she lives there she doesn't live there she does not live there now i'm busy now i'm busy now далее потому что вспоминаем слово потому что это будет because because я изучаю английский i learn english потому что это интересно because because это interesting и называем поставить форму to be it is или же кратко it's i learn english because it's interesting значит because это потому что а если мы хотим сделать вывод какой-то таким образом это будет so я знаю английский i это я знаю know английский english i know english i know english таким образом so so таким образом я могу разговаривать с людьми из других стран so i я могу can speak разговаривать с другими людьми с людьми with people from из других стран from other countries other это другие from other countries без каких-либо проблем ну давайте такое сложное предложение скажем without без никаких либо problems without any problems вовсе если проблем вовсе without any problems at all вот действительно я думаю будем еще более сложные интересные предложения строить но все начинается с простого чтобы вы простой на автомате как бы строили итак i know english so i can speak with people from other countries without any problems at all далее как бы слово очень это будет very very этот урок очень интересный этот это this урок lesson очень very интересный interesting не забываем связку поставить this lesson это подлежащее потом форму to be this lesson is very interesting this lesson is very interesting это очень хорошо it это очень хорошо very good опять же форму to be it is или кратко it it's very good соответственно это очень плохо it's very bad получается проверяем because потому что i learn english because it's interesting so i know english so i can speak with people from other countries without any problems at all very this lesson is very interesting it's very good it's very bad да и действительно мы как раз с вами вспомним такие слова как слова в нашем списке это хороший good good хорошая идея it это хорошая good idea и форма to be it's и артикль помните артикль предлагает несуществительное такая связка it's a good idea это соответственно хорошая идея it's a good idea там его уроки хорошие his его уроки lessons хорошие good his lessons это they означает они they are поэтому his lessons are good his lessons are good и с вами двигаемся дальше соответственно антоним good это bad bad плохой bad bad соответственно это плохая идея по аналогии it's a bad idea it's a bad idea там это плохой пример it's a bad вспоминаем как бы слово пример it's a bad example it's a bad example это плохой пример далее какого приходить come come приходить и также часто употребляется именно словом назад back означает назад come back вернись come back вернись или я вернусь скоро i это я вернусь come back вскоре soon но в будущем времени мы перед глаголом употребляем will получается i will come back soon или сокращенная форма i'll come back soon итак проверяем good it's a good idea his lessons are good bad it's a bad idea it's a bad example come come back i'll come back soon i'll come back soon значит дальше с вами двигаемся значит соответственно как раз это слово back back означает назад видите значит come back это возвращаться он вернулся и форма видите спинная форма обязательно найти форму come вторая форма это будет соответственно came и третья форма come come came come он вернулся he потом вторая форма от come это came получается he came back он вернулся he came back далее звонить это call есть и другие слова но мы разберем call звонить как раз это слово очень-очень часто просто используется вообще в разговоре на английском и так далее значит я позвоню тебе далее I я звонить call you я позвоню тебе и перед call ставим will или как мы говорили сокращенную форму можно сказать I will call you полная форма или сокращенная I'll call you I'll call you я позвоню тебе например позже later I'll call you later и сразу с вами проходим слово перезвонить это call back я перезвоню тебе I я перезвоню это call back и скоро я перезвоню тебе скоро но soon это скоро но перед глаголом в будущем время ставится will I will call you back я тебе скоро перезвоню I will call you back soon или сокращенная форма I'll call you back soon I'll call you back soon итак продолжаем следующее слово давайте скажем мне I это я а мне это me помните скажи мне помните у нас с вами было tell me помните скажи мне скажи мне об этой проблеме tell me or about this problem tell me about this problem скажи мне об этой проблеме tell me about this problem позвони мне соответственно будет call me call me будет позвони мне call me call me им и соответственно следующее слово которое мы с вами пройдем это им они это they а им это them им это им это будет them соответственно и мы скажем позвони им к примеру call это звонить им это them и получится call them позвони им call them позвони им то есть видите что me это мне а them это им получается call them соответственно скажи им будет tell them, tell them, tell them, скажи им, tell them, пожалуйста, видите, насчет такое слово важнейшее есть, как пожалуйста, там please, please, это будет пожалуйста, please, tell them, скажи им о том, please tell them about that, please tell them about that, то есть видите, на самом деле такая вот важнейшая практика, итак, повторяем, back, he came back, call, I'll call you later, call back, I'll call you back soon, I, me, tell me about this problem, call me, they, them, call them, please, tell them about that, please tell them about that, и повторяем все только на английском языке, то есть ваша задача сейчас понять все на слух, вот просто каждый мелочь, давайте как раз мы с этого с вами и начнем, значит, соответственно, у нас было с вами, значит, у нас было 50, и отсюда мы начали I have a house, this is my house, you have a car, this is your car, they have a flat, this is their flat, his, he has a computer, this is his computer, I like his lessons, your, I like your idea, its, company, its workers get enough money, it's or its, it is good, it's good, it's good, will, future simple, I will do it, I'll do it, I will learn English, I'll learn English, time, money, time is money, what time is it now, what's the time, time flies, think, I think it's good, I think it's bad, I think it's a good idea, I think it's a bad idea, do you like English, yes, no, yes, I did it, lesson, I like this lesson, this lesson is interesting, say, said, 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 I want to say one thing, he said it yesterday, at, I'm at work, I'm at school, I'm at home, but, I go to work, I go to school, I usually get up at 6 o'clock in the morning, about, tell me about this problem, not, I'm at home, I'm not at home, we are at work, we are not at work, we aren't at work, I work there, I don't work there, I do not work there, she lives there, she doesn't live there, she does not live there, now, I'm busy now, because, I learn English, because it's interesting, so, I know English, so, I can speak with people from other countries, without any problems at all, very, this lesson is very interesting, it's very good, it's very bad, good, it's a good idea, his lessons are good, bad, it's a bad idea, it's a bad example, come, came, come, come back, back, I'll come back soon, back, he came back, call, I'll call you later, call back, I'll call you back soon, I, me, tell me about this problem, call me, they, them, call them, please, tell them about that, okay, thanks, спасибо, thank you very much, see you, bye. Друзья, привет, hi, приветствую вас на канале English Galaxy, и мы с вами продолжаем изучать английские слова, да, это усовершенствованный плейлист. Если вам нравятся идеи данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей, thanks, и также обязательно смотрите весь плейлист, ссылочка, соответственно, в описании, и не забудьте подписаться, кто не подписался, наш второй международный канал English Professionally. Там все видео на английском языке, то есть такой тоже более интенсивный метод, интенсивное погружение. И, конечно, делитесь в соцсетях, в общественности на Facebook, то есть, на самом деле, это полезная информация, думаю, полезная всем. Но мы с вами продолжаем, thanks, спасибо, и идем дальше. Я думаю, мы с вами дойдем не только до 500, то слово до 1000, но двинемся гораздо дальше, будем в режиме интенсива записывать, если вы, конечно, не против. Итак, значит, продолжаем. Следующее слово. Значит, вы помните, что у нас было я – это I, мне – me, они – это they, им – это them. И, как сказать, нам. Ну, вспомним, как будет мы – это we, нам – это us. 86-е слово – это us. Например, позвоните нам call us. call us. Скажите нам об этой проблеме. Сказать кому-то это будет tell. Tell us about or this problem. Tell us about this problem. Далее. Мы знаем, что он – это будет he, а ему – это будет him. Соответственно, позвони ему. Звонить будет верно. call и ему – him. Call him. Поза нему сейчас. Call him now. Call him now. И также есть еще такое слово, как would. Многие не совсем понимают, когда используется would. Значит, запомните. Во-первых, конструкция I. Или, может, вы сами скажете «я хотел бы». Как вы скажете «я хотел бы». «Я хотел бы». I would like. Я хотел бы чашку чая. I would like. Чашка – это cup, чай, tea. Чашка чая – родительный падеж, поэтому of. Cup of tea. И пересуществительный называем артикль. Получается I would like a cup of tea. Я хотел бы чашку чая. I would like a cup of tea. Но в английском языке очень часто используется именно сокращенная форма. И вы знаете, какая сокращенная форма от I would. Скажите, какая? Да. В направленном пути это будет I'd. То есть, I'd like. Я хотел бы чашку кофе. I'd like a cup также of и кофе будет также coffee. I'd like a cup of coffee или or I'd like a cup of tea. Вот основное использование would. Так что, запомните. Итак, значит, повторяем. I me they them we us call us tell us about this problem. He him call him call him now. would I would like a cup of tea. I'd like a cup of coffee. Or I'd like a cup of tea. Далее. Как сказать там вверх или вниз мы хотим сказать вверх или вниз. Что мы для этого используем? Для этого мы используем если вверх это будет up. Up это будет вверх. Например, вы хотите поднять руки вверх. Поднимите руки вверх. Руки вверх. Есть такая фраза. Как вы скажете руки вверх. Значит, hands это рука. Hands множественное число. Вот у вас hands. Вы подняли. Получается hands up. Hands up. Руки вверх. Hands up. Hands up. hands up. Или, например, цена пошла вверх. Price это цена. Price какая-то конкретная цена, поэтому the the price. Далее скажем как будет пойти вверх. Идти это go. Используем второй форму. Будет the price went и добавляем up. Получается the price went up. The price went up. И, соответственно, антоним это up это вверх, вниз это down. Соответственно, можно сказать цена упала. Опять же the price the price went up. Далее went и вместо up вы используете антоним. The price went down. The price went down. Далее. Как будет который? Который. Например, я хочу спросить там чай или кофе? Такой вопрос. Мы вспомним эти слова. Чай или кофе? Чай это будет tea или or и кофе. Tea or кофе. Который ты предпочитаешь? Который это which? Which ты это you предпочитаешь prefer? prefer? Ну, мы с вами помним, что если у нас время настоящее, простое настоящее время, то мы ставим в вопросах, если есть глагол, что? Спомогательный глагол. Do или does? Раз you, тогда нам нужно do. Получается which do you prefer? Что ты предпочитаешь? То есть, которое ты предпочитаешь? Смотрите, еще раз. Tea or кофе? Which do you prefer? tea or кофе? Which do you prefer? Смотрите, очень важный момент. Есть слово what? Как переводится what? What? Только не торопитесь с ответом. Есть два значения. Первый это, например, что ты хочешь? What что? Ты you хочешь? want. Есть глагол, поэтому вспомогает глагол do или does. Раз you ставим do. Получается what do you want? Что ты хочешь? What do you want? Это первое значение что. И второе значение какие. Какие английские книги ты читаешь? опять же какие what английские книги английские это будет English книги books ты you читаешь read и вспомогательный глагол. Видите, у нас в простое настоящее время есть глагол значит do или does раз you значит do то есть какие английские книги ты читаешь? Если у вас выбор ограничен там один два пять несколько то вы используете который видите у вас там два всего предмета то есть which do you prefer то есть what это там какие большой выбор which ограниченный выбор то есть тоже как вы помните и так ну это так слово лишняя практика я думаю не помешает и так повторяем up hands up the price went up down the price went down tea or coffee which do you prefer tea or coffee which do you prefer what what do you want what English books do you read так идем с вами дальше как будет слово если как будет слово если это будет if например если я дома я изучаю английский язык давайте сами это скажем если я дома дома это если я I дома вы знаете что есть устойчивое выражение дома это at home я изучаю английский язык I это я изучать английский мы часто говорим такое выражение как learn English давайте еще раз посмотрим if I at home но видите здесь не хватает чего-то потому что у нас нет глагола значит нам нужно вспомогательный глагол форма глагола to be значит если I то форма глагола to be будет значит is am или are I am if I am at home I learn English if I am at home I learn English или краткая форма if I'm at home I learn English далее здесь 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 будет here я здесь я это I здесь here но опять та же самая история нам нужно вспомогательный глагол раз нет глагола получается am is или are am I am here или краткая форма I'm here I'm here они здесь то же самое они это they здесь here схватный глагол нужен they are they are here или краткая форма they are here they are here they are here то есть или так или так то есть это если пишем давайте напишем I'm here или I am here they are here или they are here естественно она здесь she это она здесь это here то же самое вспомогательный глагол какой если he she it то мы что используем верно is she is here или сокращенная форма she is here she is here значит she is here далее смотрите там там будет there 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 естественно она там она это she там это there то же самое видите не хватает вспомогательного глагола так как нет глагола но вспомогательный глагол форма глагола to be am is или are получается he she it это is she is there she is there или краткая форма she is there давайте более сложный например скажем мой друг там значит мой это my друг friend там there и подумаем какой вспомогательный глагол поставить вот my friend значит вы должны понять что это подразумевается he she it там they то есть к какому личному месту имени это относится my friend то есть мой друг моя подруга это he или she а мы с вами знаем правило что he she it это какой вспомогательный глагол to be is верно поэтому my friend is there my friend is there итак повторяем if if i'm at home i learn english here i'm here i am here they are here they are here she is here she is here there she is there or she is there my friend is there отлично идем дальше значит как будет школа school верно school я хожу в школу я это i вспоминаем устойчивое выражение ходить в школу go to school это устойчивое выражение go to school i go to school она ходит в школу she это она ходить в школу также go to school но 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 это but he she it добавляем as ну если стаканчивается на o то es правильно сказать she goes to school i go to school but she goes to school например мне мне нравится мне нравится моя школа вспоминаем как будет мне нравится эта конструкция i like моя my школа school наши учителя очень хорошие наши это our учителя teachers очень very хорошие good видите получается что у нас our teachers very good но опять же мы не можем просто так оставить раз нет глагола нам нужна какая-то связка форма глагола to be опять думаем что поставить am is или are our teachers означает они they а какую форму to be мы используем they верно are they are поэтому our teachers are very good our teachers are very good итак продолжаем i like my school our teachers are very good значит вспомнили с вами слово школа school и как будет университет верно вы на правильном пути как вы произнесете это слово university university я хожу в университет i я хожу go далее предлог направления это to и university i go to university я хожу в университет i go to university это устойчивые такие выражения go to school go to university i go to university i go to university далее например ну более сложное наш университет наш это our университет университи знаменит давайте я вам подскажу слово знаменит если не помните это будет famous famous а вы подумайте какую связку здесь поставить видите опять же нет глагола значит нужна какая-то связка после подлежащего значит our university famous что мы поставим какую форму глагола to be am is или are значит our university означает it это а мы говорим it какая форма to be is am или are it is значит our university is famous our university is famous далее как будет слово действительно как будет слово как будет слово на английском языке слово слово будет word 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 и мы хотим сказать вот такое часто предложение говорят студенты многие это слово новое для меня будем переводить по частям это слово это this слово word новое new для for меня me все перевели видим получается this word new for me но опять та же самая история видите глагол нужна форма глагола to be думаем что поставить после соответственно подлежащего am is или are смотрим на подлежащее this word значит какое личное местоимение это подразумевает he she it they значит this word это неудушевлен единственное число значит it мы говорим it is поэтому сами скажем this word is new for me this word is new for me итак повторяем school I go to school but she goes to school I like my school our teachers are very good university I go to university our university is famous word this word is new for me отлично а теперь мы с вами вспомним как будет слово мир действительно вот мы сами это изучили а как будет слово мир тогда еще раз все с вами проверим значит мы на правильном пути так отлично как будет слово мир в смысле мир как планета то есть мир будет слово world то есть смотрите это было word 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 а это world звук л появляется world 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 мир world значит я хочу повидать мир скажем это я это I хочу want то есть я хочу увидеть мир видеть это вот что вот видите вашим глазам видите видите ну я и без очков могу видеть плохо поэтому с очками да I want видеть это see и мир это world это I хочу дали два глагола видите want и see но у нас с вами есть правило что два глагола просто так не могут стоять и хотеть что-то сделать это want далее мы говорим to и глагол I want to see и устойчивое выражение see the world I want to see the world я хочу повидать мир я например хочу спросить вас а вы хотите повидать мир как вы это скажете вопрос мы тоже пойдем ты это you хочешь want повидать to see the world и вопрос их нам нужно вспомогать на глагол соответственно если у нас есть глагол то в простом настоящем времени это do или does с you у нас используется что do верно получается do you want to see the world вы хотите повидать мир и еще вспомнить такое слово как путешествовать это будет слово travel travel я часто путешествую ай я часто often путешествую travel получается i often travel i often travel или мне нравится путешествовать смен конструкции мне нравится это будет i like далее у нас если вам что-то нравится делать то вы используете like далее у вас глагол глагол это verb мы с вами проходили verb будем уже привыкать к таким названиям плюс или plus ing плюс инговая форма получается i like ведь у вас travel и добавляется инг получается i like traveling i like traveling мне нравится путешествовать i like traveling и конечно давайте сами это повторим и тоже к очень важным словам перейдем и соответственно слово путешествие это будет travel это путешествовать а путешествие будет traveling и мы хотим сказать что путешествие это прекрасная вещь путешествие скажем так такая будет traveling далее прекрасно это wonderful wonderful и вещь thing только помните что у нас есть такая вот связка что артикль предлагает несуществительное соответственно a wonderful начинается на согласное поэтому a a wonderful thing видите что у нас получается traveling a wonderful thing но опять же нет глагола значит нужна связка to be am is или are вечная проблема да соответственно traveling значит какое личное местоимение это подразумевает путешествие это означает it it is поэтому traveling is a wonderful thing traveling is a wonderful thing повторяем world i want to see the world do you want to see the world travel travel i often travel like verb plus ing i like traveling 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 is a wonderful thing и давайте может немножко подустали для вспомним счет на английском языке то есть цифры тоже важно знать итак один one два two three three четыре four пять five шесть six семь seven восемь eight девять nine десять ten и несколько предложений составим у меня есть две английские книги вспоминаем конструкции у меня есть это будет я имею i have две two английские english books i have two english books у меня две английские книги i have two english books далее я посмотрел шесть видео я это i смотреть видео это выражение google watch мы используем watch шесть будет six и соответственно видео это единственное число а множественное добавляем s videos и соответственно прошедшее время нужна вторая форма глагола если глагол неправильный то мы берем из таблицы неправильных глаголов если правильный как в случае watch просто добавляем ed получается i watched six videos i watched six videos значит получается i have two english books i watched six videos и все повторим для закрепления на английском языке это очень важно итак значит повторяем i me they them we us us call us tell us tell us about this problem he him call him now would i would like a cup of tea i'd like a cup of coffee up hands up the price went up down the price went down tea or coffee which do you prefer what what do you want what english books do you read if if i'm at home i learn english here i'm here i am here they're here they are here she is here she is here there she is there she is there she is there she is there my friend is there school i go to school but she goes to school i like my school our teachers are very good university i go to university our university is famous word this word is new for me world i want to see the world do you want to see the world travel travel i often travel like verb plus ing i like traveling 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 is a wonderful thing one two three four five six seven eight nine ten i have two english books i watched six videos okay thanks see you bye 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 Продолжение следует...